Визит тёщи. Монолог обиженного мужа. Всё тело в напряжении. Приветствую. Позвольте ваш багаж. Твержу я как таблицу умножения. Рубашка, галстук. Лучше мой костюм извлечены из дальнего отстойника. Приходит мне на извращённый ум, что обряжают будто бы покойника. С утра пострижен, выбрит и умыт. Предельно концентрирую внимание. По случаю накормлен. В общем, сыт. Достоинство приходит осознание. Я в спальне перед зеркалом стою. Спокоен, в полной боевой готовности. Жене сказал. Уважу, мать твою. Всё сделаю по чести и по совести. Курить ходить я буду на балкон. И не притронусь к выпивке без повода. Неделя пролетит, как страшный сон. А в воскресенье мы устроим проводы. Язык мой, враг мой, верно говорят. Но всё ж не смог сдержать я чувства личного. Жена в меня такой метнула взгляд, что понял. Да, сболтнул, пожалуй, лишнего. Последовал затем ужасный крик и очень неприличные ругательства. Я растерялся и мгновенно сник. Однако помогли мне обстоятельства. Ведь оставалось время не в обрез. Опаздывать нельзя, ответив щёпотом. Ключи схватив, я с глаз жены исчез. Потом забылось. Помешали хлопоты. Что ж, не бывает худо без добра. Всё скрасилось хорошим настроением. Визит прошёл, свалила с плеч гора. Теперь могу вздохнуть я с облегчением. Вновь материться можно и орать. Не нужно надевать с порога тапочки. К своим друзьям начну ходить опять. На всё мне наплевать. Мне всё до лампочки. Конечно, не скажу об этом вслух. Не выдам сокровенного желания. Как хочется вдохнуть свободы дух. Но это лишь бесплодные мечтания.